Президент, министр, коллеги, госпожа премьер-министр, прекращение огня — вот лозунг, который звучит во всем мире. Прекрати огонь. Вот послание, которое пришло к нам от генерального секретаря ООН, Папы Римского и многих глав государств. Ирландия, Швейцария, Испания, Мексика и многие другие. Прекрати огонь. Вот что еще вчера собрало десятки тысяч граждан по призыву ВКТ, бывшего Советского Союза, солидарности, атак, непокорной Франции и многих других организаций. Вот что собрало во Франции, в Европе и других странах. В мире. Прекрати огонь. Это тот звонок, который ты всегда отказываешься принимать. На концерте наций за мир не хватает голоса Франции. В тот час, когда я говорю, 1400 израильтян были убиты и 5000 сотен ранены в результате военных преступлений, совершенных Хамас. В тот час, когда я говорю, более 5000 палестинцев были убиты и 15 тысяч ранены в результате военных преступлений на Сахале. Пожалуйста, мы думаем обо всех заложниках, удерживаемых сегодня. Среди них наши соотечественники. Пожелай скорейшего их освобождения. Мы думаем о 200 погибших иностранцах или 30 погибших французских семьях, а также о семи французах, которые сегодня пропали без вести. Перед лицом этой спирали насилия Франция должна громко заявить о себе, чтобы добиваться мира и прекращения огня. Потому что только немедленное прекращение огня спасет десятки тысяч невинных жизней. Только прекращение огня позволит освободить заложников и прекратить бомбардировки палестинского населения, оказавшегося в ловушке того, что назвал Доминик Девельпен. По праву тюрьма под открытым небом. Эти трагические времена, которые мы переживаем, требуют набраться мужества ради мира и не поддаваться смертельной болезни войны. Вместо того, чтобы проявить себя, пожалуйста, это мужество, вы проявили безоговорочную поддержку крайне правого правительства Израиля. Израиль имеет право на самооборону, сказали вы, добавив, что в течение последних нескольких дней, перед лицом ужаса коллективного наказания, которому подвергается всеязыческое население. Давай немного помолчи, пожалуйста, мадам. Израиль имеет право на самооборону, но в соответствии с международным правом. Тем не менее, этот вывод не подлежит обжалованию. Международное право не соблюдается. То, что происходит в Газе, должно подорвать наше чувство человечности. Мы говорим перед лицом кладбища, тысяч погибших, миллионы перемещенных лиц, половина из которых дети. Более двух миллионов человек. Пожалуйста, мадам. Тысячи бомбардировок израильской армии, применение белого фосфора, осужденное двумя международными НПО, 59 нападений на медицинские учреждения. Пострадали 170 школ. Палестинцы – это не статистические данные, не штатные люди. Именно это глубоко расистское мировоззрение узаконивает резню. Прекрати огонь. Почему Франция молчит? Почему Франция не может с одинаковой силой осудить военные преступления, совершенные Хамас, и преступления, совершенные правительством Нетаньяху? Почему она не озвучила, как она могла это сделать в прошлом, голосом Жака Ширака, голосом мира на Ближнем Востоке? Почему у нее не хватает на это смелости? Прекрати огонь. Военное преступление ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано, и тем более не в ответ на военные преступления. Иначе исчезает правый риск для массажиста большего масштаба еще раз. Я хочу привести здесь в качестве аргумента слова израильского семьянина Якова, чья дочь находится в заложниках у Хамас. Этот отец, отстраненный в надежде услышать новости о своей дочери, он говорит, какой смысл убивать нас. Месть ничего не дает. В Газе есть убитые, люди тоже плачут. Чем это полезно? Самое лучшее это посидеть, поболтать. Давай услышим этот голос во имя мира от человека, чья доблесть вызывает глубокое уважение. Все человеческие жизни стоят друг друга. Все человеческие жизни стоят друг друга. То есть, пожалуйста, пожалуйста, как человечество мы должны черпать мужество из мира. Госпожа премьер-министр, наши слезы не могут быть по разным причинам. Таким образом, мы оплакиваем жертв ужасных военных преступлений Хамас. Так же, как мы оплакиваем тысячи погибших в результате военных преступлений, совершенных израильским правительством. Госпожа премьер-министр, вы предпочли отказаться от исторического положения Франции, которое сделало ее великой и которое позволило Франции стать великой страной. Пусть она будет слышна во тьме международных отношений. На Францию теперь указывают пальцем во всем мире и народы. Это должно прекратиться. Член Совета Безопасности ООН, Франция должна приложить все усилия, чтобы позволить принять резолюцию с требованием прекратить огонь, чтобы остановить эту смертоносную эскалацию. Этот отказ Франции от исторической приверженности миру достиг апогея в прошлый четверг. В Европейском парламенте депутаты Европарламента макронисты проголосовали против предложения мятежников о прекращении огня в газе. Вместо того, чтобы набраться смелости ради мира, ты уступаешь непреодолимому склону войны. Франция. Когда ты видевши это, пожалуйста, немного помолчи. В твоих руках стало государство, выровненное, согласованное Соединенными Штатами и правительством Израиля. Ты идешь на войну с крайне правыми? Да, с крайне правыми. Правительство, министр обороны которого сказал, мы боремся с человеческими животными, говоря о людях-палестинец. Правительство и его премьер-министр Беньямин Нетаньяху, которые сознательно подстрекали Хамас. Так он объяснял это в 2019 году депутатом Ликуда. Любой, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен поддержать укрепление Хамас и перечислять деньги Хамас. Это часть нашей стратегии. Вот кому вы оказываете свою безоговорочную поддержку. И берегитесь тех, кто не поступил бы так же. Таким образом, футболист Карим Бензима был бы опасным экстремистом, связанным с братьями-мусульманами, чтобы шантажировать господина Дарманина. Это серьезный факт. Мы говорим о лишении его гражданства. Ты не права? Этот вид в поддержку женщин и детей из газы под бомбами. Пожалуйста, мои дорогие коллеги, немного помолчите. Франция Дарманена стала страной, где единственное преступление Бензимы – это называть себя Каримом. Госпожа премьер-министр, поймите, есть только Франция, где солидарность с народом, подвергшимся бомбардировкам в течение 14 дней, криминализирован. Таким образом, ваш министр внутренних дел, опять же он, начал с того, что систематически запрещал все демонстрации в поддержку палестинского народа, демонстрации. Тем не менее, они разрешены во всем мире. Есть только Франция, где сотрудника ВКТ арестовывают в 6 часов утра у его дома по обвинению в пропаганде терроризма из-за листовки, призывающей к миру. Только во Франции президент Еврейского союза за мир арестован в Страсбурге и взят под стражу в полиции, потому что он присутствовал на демонстрации в поддержку палестинского народа. Госпожа премьер-министр, Франция должна срочно принять меры, чтобы прекратить огонь, а не заставлять замолчать тех, кто этого требует. Прекратите огонь, госпожа премьер-министр. Вот слова, которые Франция должна найти. Прекратите огонь – это слова, которые мы произносим уже более двух недель и которые стоят того, чтобы нас осыпали оскорблениями и угрозами смерти. Серьезность момента, тем не менее, требует торжественности и серьезности, а не франко-французской полемики. Вот уже две недели безответственные люди перекрашивают нас в антисемитов. Наше зло призывало к миру и говорило о военных преступлениях. Я повторяю это еще раз решительно. Против антисемитов мы будем стоять, как мы всегда это делали, вместе со всеми нашими согражданами еврейского вероисповедания. Поскольку некоторым это кажется таким трудным услышать, возможно, потому что на самом деле он не разделяет этой позиции. Мы осуждаем все военные преступления, все без исключения. Это необходимая отправная точка для работы в направлении посредничества и мира. Это реальность, это мужество мира. Некоторые хотели бы, чтобы ужас, разразившийся 7 октября, парализовал мышление, приостановил мышление до состояния амнезии. Мы говорим, что разум — это единственное, что может повлиять на наше решение. Чтобы понять, что происходит, нужно говорить правду. Этот инцидент произошел 7 октября. Это отвратительный эпизод, вписанный в более длительную историю асимметричной войны, состоящей из оккупации израильской армии палестинских территорий и блокады газа. Мы являемся свидетелями беспрецедентной эскалации колониальной войны в пользу прихода к власти крайне правых в Израиле. Эта реальность никоим образом не оправдывает совершенных действий, но от нее нельзя избавиться, потому что она обусловливает понимание того, что происходит. Выбор слов для описания его специфики и, наконец, средства для достижения мира. Любой, кто не признает этого факта и считает целесообразным, что война началась бы 7 октября в долгу перед истиной и совершает серьезную политическую и моральную ошибку. Нам, непокорным, не придется краснеть перед историей, потому что мы всегда откажемся встать, чтобы безоговорочно поддержать колониальную политику израильского правительства. Непокорным не придется краснеть перед историей, защищая историческую позицию Франции, позицию Организации Объединенных Наций. Непокорным не придется краснеть перед историей, потому что перед лицом ужаса у нас будет только один лозунг — прекратить огонь, что бы ни случилось. Только один компас — мир. Мы приглашаем тебя к миру, а не к импровизированным и разжигающим вражду поездкам. Слова, сказанные вчера спикером ассамблеи, четвертым лицом государства. Ничто не должно помешать Израилю защитить себя в тот самый момент, когда специальный докладчик ООН предупреждает об опасности этнической чистки в газе. Его слова неприемлемы и вызывают раздражение даже в ваших рядах и в рядах на набережной Орсе. Госпожа премьер-министр, Франция несет ответственность. Она должна вернуть себе сильный голос. Я благодарю вас. Президент, в этом и заключалась важность мира, к которому мы вас призываем. Вот эти вдохновенные слова. Большое спасибо. Вы закончили свое выступление. Я благодарю вас за то, что любезно покинули трибуну.